Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Там арены, пускалки, новиночки Самое интересное, и вот, друзья мои, покажу Моя, давай открывайся Вот она, моя прекрасная арена А вот такая меня тут ждет А промокод на скидочку еще Поэтому прямо сейчас брось, чекай в описании ссылку на сайт моих друзей И заказывай себе что-нибудь для души Ну а я начинаю распаковывать Мою посылку Я так долго этого ждал, не в том случае, что меня ребята долго доставили Нет, я морально долго ждал Потому что я ее видел, но заказать Как-то не было возможности, потому что Заказывать напрямую из Японии Очень сложно, неудобно Мало ли что там какая-нибудь Это самая косяка, или гнутая Или мятая, не дай бог Но ребята доставляют быстро, классно, поэтому Они мне ее и прислали Так, пупырки То есть все максимально четко И да, кстати, эта арена Она же черного цвета Мы проверим эту арену Посмотрим, можно ли поставить Накладки на мою белую арену Потому что мне кажется Это должно быть Что-то просто шикарное Вот она арена, я уже вижу ее Новенькая, прям блестящая А, она даже в пакете Плюс, ааа, я понял Помимо обертки Она еще и в пакете То есть мы сразу в этом ролике Видим качество работы ребят Что они максимально запаковывают Отлично, чтобы еще у вас ничего По пути не развито Самое Но теперь мне как-то ее Геморно достать Отдай мою арену Пакет Это борьба Ой, а это что такое? А это что у нас тут такое? Пакетик А с чем пакетик? Отдай мою арену Оп Отдай хочу арену А, это, наверное, инструкция к этой арене Пупырки Ладно Ничего-ничего Я не такие пакеты распаковывал Мне он вообще подписчики дарит В малярном скотче Я все распаковываю Так Ааа Ааа Я понял, что это Это, короче Я вам поняла Я вам понял, что это такое Это, в общем Упаковка, в которой она продается Вот Я-то думал, что она должна быть в коробке Но нет, она не в коробке Так Конечно, вы скажете Поставь на паузу Распакуй Потом смонтируешь Да Но я таким не занимаюсь Я так все хочу доставить В прямом эфире Одним дублем Мало ли что Мало ли что там будет секретно Интересно Чтоб сразу вам показать Такс Такс Ну давай Я уже близок Я уже близок Опа Фух Чуть я употел Вот она, друзья Ооо Ловушки Так Это что, все? Это все? Так Получается Это все? Так У нас получается Идет Информация Подожди Так, инструкция Пипки Пипки Понятно Это все А, вот она Инструкция Я нашел Ну, собственно Инструкция Она, кстати Уж Ого Друзья Я-то Думал А она Другая Она Блин Она, смотри Сделан Таким эллипсом Валя, вот там видно мой логотип. А вот так я буду виден вам сейчас. Оп, я в маечке сижу, да-да-да. Вот, слушай, это прям круто. Круто вообще. Да, она другая, и у нее даже другая шапка. Я-то думал, что нет, значит, на белую нельзя будет. А как же тогда быть? Вот так она устанавливается. А, нет, даже... Здесь для каждого своя сторона. Ничего себе. То есть, помимо даже того, что здесь есть ловушки, она еще и с этими... Как они называются? С дополнительными этими... Еще ловушками. То есть, не просто вот эти ловушки, но еще и дополнительные ловушки. И вот здесь сверху вот эти вот дырочки, чтобы можно было установить ловушки так, как вы хотите. Я прям кайфую. Да на ней, я думаю, что просто можно классные Beyblade Battle устраивать. Ну-ка. Да, совершенно по-другому. Уай! На этой арене совершенно по-другому бой идет. Получается, у нее центр смещен вбок. Ха-ха-ха! Интересно. Это... А я что-то не знал об этом. Так. Ну и давайте этот пакет распакуем. Узрим ловушки. Так сказать. А в мультике, да, кто не знает, в первых сезонах, ну, мало ли, может, кто-то еще не знает. Не до конца все серии посмотрел. В первых сезонах была арена с шипами. Там прям ням-ням-ням-ням-ням. Вот. Здесь это сделано более лайтово, более приемлемо. Ой, а что такое за пакетик черный? Так, хорошо. Вот такие у нас идут штучки-дрючки для того, чтобы арену зафиксировать. Да? Я так полагаю. Четыре. А, вот это вот. Подожди. А-а-а! Вот они. Ну, в общем, все, я разобрался. Вот это шипы. Вы посмотри, какие шипы мощные. Вот это круто. Они такие прям салатовенькие. Аж даже жалко играть. Но это прям вообще тема пушка-гонка. Так, давайте посмотрим, что это в черном пакетике лежит. Что-то я не пойму, для чего. Что-то такое уникальное, секретное. Вот, а я что-то думал, что она в коробке идет. Ну, ладно, ладно. Так тоже прикольно. Так, что там в черном пакетике? Что это? Наклей? Что это такое? Подожди, это инструкция. С инструкцией я разберусь, это понятно. А, там этот. Офигеть. О, они, конечно, красавчики. Они прям аж в черный пакет заман... Ну, я имею в виду епошки. В черный пакет положили этот QR-код. Ха! Я-то думал, там что-то, что-то, а тут... Ладно. А я не знаю даже, мне собрать, наверное, или не стоит ее пока с себе. Потому что потом она сложная будет разбираться. Так, вот такие у нас болты для закрепления наших ловух. И куда же нам поставить ловушки-то? Я даже не знаю, я даже растерялся как-то. Что-то я как-то это... Ну, попробуем закрепить вот так, наверное, да? Во. Сейчас мне тут смс от вас в ВКонтакте. Так. Годится. Закрываем. А как же? А-а-а! О, слушай, довольно легко закрывается. И это круто, потому что если брать вот эти вот шипы, которые... Не шипы, а вот эти фиксы, которые здесь, они очень геморно закрываются здесь. Все просто, хорошо. Опа, легко закрыть, легко открыть. О, вообще огонь. В этом токаратоме прям респектую я. Так, ну все, давайте установим наши ловушки. Как-нибудь, где-нибудь, вот так, я думаю, да? Годится. Просто я не хочу пока крепить эту арену в верхушку, потому что... Ну, зачем? То есть вы можете поставить, допустим, их с луши, но это прям реально поле для кастома. То есть вы можете поставить их в таком положении. Можете поставить их подряд. Можете поставить, ну, как вашей душеньке будет угодно. И это классно, это офигенно. Я, наверное, поставлю пока по классике. Ну, в таком, знаете, в стандартном исполнении. То есть... Оп. Ну, вот так. Да, чтобы было. Было, чтобы, чтобы было. Так. Ну, пока мне эта арена очень нравится. Пока я вообще прям от нее кайфую. Опа, все, мы закрепили. Ну и что, давай сразим? Слушай, ну вот так эта крышка выглядит с этими шипами. И это офигенно, друзья. Офигенное чувство вообще такую арену получить. И это, конечно, вообще, ну, смак. Ну, просто сочно. Так, давай сыграем просто в лотраеком. Просто попробуем сейчас его запустить на арену. Ну, что вообще будет у нас? Интересно. Ага, он в эти ловушки ударяется, и у него есть шанс взорваться. Видишь? То есть он туда, в эту вот лунку, он скипается. И это самое интересное. Ну-ка, давай посильнее кого-нибудь оппонента запустим. Ахиллес, что за это? Но очень громкий звук. Слушай, ну, эта арена, да, она явно для атакующих волчков. И это классно, и это хорошо. Но звук, конечно, ну, очень громкие столкновения об этих шипах. О, ахиллес даже закрылку. Ого! Ай-яй-яй-яй! Ахиллес косикнул! И взорвался сам, друзья. Но звук, конечно, напрягает лично меня, потому что, ну, такое. Вот, если у вас родители против громких звуков, то эта арена не для вас. Но, если вы желаете получить балдежный экспириенс, то то, что нужно. Потому что, ну, офигенная штука. Вау! И снова, посмотри, и снова Ахиллес взрывается. То есть на этой арене, помимо характеристик вашего волчка атакующего, а ну-ка, где у меня этот малыш, Феникс? Стоит учитывать еще и вот эти вот ловушки. И с ними, конечно, вообще тема... Ну-ка, опять закрылки, да? Нет? А, он почти разобрался. Слушай! Ну, это получ... Ого! И здесь, получается, на этой арене мы имеем возможность победить Фениксов. Ммм! Ну-ка, ладно, подожди. Мне нравится, что у него рама слетела. Слушай, ну, арена пушка. Мне очень заходит. Единственное, конечно, да, вот звук громкий и мерзкий. Так, опа. Все, ну-ка, давай. Все! Все ловушки собрал Болтерайк, открыл закрылки, слетела рама у Феникса. Но это незабываемо, друзья. Это офигенно. И мне нравится то, что можно вот эти вот зеленые штучки, можно их крафтить и можно, допустим, одну дырку открыть, а их сделать по бокам. Или просто, если вам интересно, можете оставить, допустим, одну и играть уже только с одной. То есть, ну, арена, конечно, чума. Нужно еще тестировать, нужно еще пробовать. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Илла Швимова, лучший ученик, гамоша, блэдерс. Спасибо огромное, что пришли. Тех люблю, целую. Всем пока-пока. Скажу ролики, друзья мои. До свидания. Всем пока-пока.